Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24 с главными событиями. К этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к главным темам выпуска. Алтайские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается дождь, снег и гололед. Возможно установление временного снежного покрова. Алтайских изобретателей наградили в правительстве региона. Лауреатам губернаторской премии вручили почетные дипломы, нагрудные знаки и денежные вознаграждения. В театре драмы долгожданная премьера от главного режиссера. Первый спектакль, который Георгий Ценобеладзе ставит в новой должности. Синоптики вновь передают штормовое предупреждение о Алтайском крае. Сегодня во второй половине дня ожидаются дожди, снег и гололед. Возможно установится временный снежный покров. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 25-27 метров. В целом в крае ночью и днем небольшие, местами умеренные осадки. В предгорье сильный гололед. В последующие двое суток преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Алтайских изобретателей наградили в правительстве региона. Лауреатам губернаторской премии вручили почетные дипломы, нагрудные знаки и денежные вознаграждения. 150 тысяч рублей за одну работу. Мы нуждаемся в вашей работе, в ваших разработках, в ваших открытиях. Это то, что позволяет нам сделать еще один и еще один шаг вперед в деле социально-экономического развития нашего любимого региона. Победителем в номинации для молодых ученых стал студент 4-го курса Алтайского технического университета Данила Пузик. Вместе с командой он разработал блок для дистанционного управления замком, управлять которым можно со смартфона. В России аналогов такому устройству, по словам изобретателя, нет. Мы планируем захватить Россию с этой разработкой. Пока мы решаем проблемы удаленной модернизации устройства, потому как сама железяка не столь интересна, как алгоритмы заложены в ней. Из-за того, что это просто меняется, мы не можем выйти за Питалатской крае. Но за счет того, что в перспективе в ближайший год точно мы должны решить эту задачу. Специалисты научно-производственного центра Алтай стали лауреатами губернаторской премии благодаря созданию устройств для исследования оборудования оборонно-промышленного комплекса. По словам разработчиков, купить их просто негде. Поэтому приходится придумывать и изготавливать самостоятельно. Любое изделие, с которым мы связаны, оно связано с большой опасностью. И что-то сделать, как-то исследовать его довольно сложно. И поэтому мы, для того, чтобы исследовать по заказу Министерства обороны данные изделия, мы придумали свою установку. Установку, которая дистанционно сможет забирать какие-то образцы, которые мы сможем потом исследовать. Но есть еще одна большая проблема. Она не просто... Добавлю, из 39 заявок экспертная комиссия выбрала 15 работ победителей. Суммарно премии получили 65 человек. С завтрашнего дня на заслуженный отдых уходят школьники. Завершилась первая четверть учебного года. Так что юным жителям края можно выдохнуть. В этот раз продолжительность отдыха для ребят 10 календарных дней. Это с учетом того, что 6 ноября объявлен выходным по случаю Дня народного единства. К урокам школьники вернутся только 7 ноября. Во время каникул они смогут принять участие во всероссийских и городских конкурсах, спортивных турнирах, фестивалях и ярмарках. Также для учащихся запланированы экскурсии, посещения музеев и театров. С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте комитета по образованию. А я хочу продолжить о занятиях на каникулах. 40 школьников со всего края станут участниками краевой профильной смены про профессии. Ее проведет Алтайский краевой детский экологический центр с 29 октября по 1 ноября. В лабораториях центра проведут занятия по агрономии, ветеринарии, ландшафтному дизайну и флористике. Это часть профориентационной работы при общении к профессиям естественно-научной направленности. Также пройдет экскурсия в Павловском аграрном техникуме и мастер-классы в аграрном университете. В Дворце культуры Барнаула прошел открытый городской фестиваль творчества серебряного возраста в рамках месячника пожилого человека. В нем приняли участие горожане в возрасте 60+, ветераны, труженики тыла, общественные организации города и края, сообщает официальный сайт краевой столицы. Этот фестиваль юбилейный, десятый, он собрал рекордное количество заявок. 300 участников съехались из городов и районов Алтайского края. Они показали творческие номера, спектакли, танцы, исполнили вокальные композиции. Барнаульцы серебряного возраста с удовольствием осваивают современные форматы на сцене. Еще летом начали готовиться к выступлению, придумывать и репетировать. Некоторые приносят изделия, изготовленные своими руками, экспонаты с необычной вышивкой и красивых кукол. Какой тоской душа не сражена, быть стойким заставляют времена. Шекспир – вечная классика. В театре драмы долгожданная премьера от главного режиссера. Первый спектакль, который Георгий Цнобеладзе ставит в новой должности. Билетов на первые показы уже давно нет, но мы побывали на репетиции. Ты дух, я знаю. Когда ты умерла? Он не вполне проснулся, подождите. Серьезнее уже некуда. Роль короля Лира в новой постановке театра драмы «По Шекспиру» исполнит Георгий Обухов, народный артист России. Это подарок мастеру сцены на 85-летие. Георгий Тихонович безмерно благодарен театру за такое доверие. Для него это огромное событие. Любовь к профессии дала ему, как он сам рассказывает, и жизнь, и смысл жизни. Слишком большое и мощное что-то, что надо преодолеть и чисто физически. А тут как раз еще и захвораешь. И все так же тут такая работа была не благодаря, а вопреки. И дай Бог подойти к сдаче и как-то с этим совсем справиться. Чтобы и самому в радость, в удовольствие. И зрители наши, которые что-то ждут, очень хочется, чтобы этот праздник состоялся. Сценарий постановки оригинальный. На закате жизни король Лир делит королевство между наследницами. У него три дочери, каждая из которых он жаждет воздать по заслугам. Но в решении своем жестоко ошибается. Произведение изобилует вечными темами, над которыми стоит задуматься. Проблемы одиночества, отцов и детей, судьбы, власти и многие другие. Когда в руки человеку попадает власть, там рушатся все связи. Рушатся семейные связи, рушатся духовные связи. Рушатся, мне кажется, даже мир в прямом смысле, когда раздирают королевство. А моя героиня, ей попал яд в виде власти. Я считаю, что злыми не рождаются. Ими становятся по той или иной причине. Это, кстати, первая постановка Георгия Ценобеладзе в должности главного режиссера театра. И сразу Шекспир, человек постмодерна. Он славен тем, что переписывал старые пьесы. Король Лир жил в IX веке до н.э. Первое упоминание о Глостере было в XII веке уже нашей эры. А пьеса классика писалась в 1605 году. Так что в драме ставят универсальную вневременную историю. Георгий уверен, ему повезло. Не во всех театрах есть артист, который способен сыграть Лира. Есть, знаете, традиционный театральный такой штамп, что нельзя ставить Гамлета, если у тебя нет Гамлета. То есть кастинги на артистов проходят, но делать кастинг на Гамлета глупо. Либо он у тебя есть, и ты делаешь под этого артиста, либо ты не делаешь вообще. Да, вот это, наверное, та же ситуация. У нас, к счастью, их два, Лира. Лир роль возрастная, сами понимаете, связана со здоровьем. Премьерные показы спектакля, которые пройдут 27, 28 и 29 октября, скорее всего, отыграет юбиляр Георгий Обухов. Также исполнитель главной роли Евгений Бокуменко, артист театра драмы. Возрастное ограничение 16+. Анна Москаленко, Роман Хайрулин. Новости. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего дня, оставайтесь с нами и не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok